Доброе время суток господа, как видите меня еще не отпустило, это потому что я от свободы ухожу, до свидания господа, ну в смысле до свидания свобода, господа здравствуйте, смотря еще эту серию. Продолжаем играть в мод настал картин черноболя под названием подстава, это уже третья серия, и сейчас мы возвращаемся на базу долга, чтобы доложить какие мы тут настроения у свободы увидели. Дифмарк это игровая площадка, где ты можешь покупать или продавать буквально все, игровые валюты, игры на разных платформах из разных сервисов, карты пополнения стима, плейстейшн, эксбокс, есть даже различный софт и самое главное, разные способы оплаты для разных стран, в том числе и для России и Беларуси. Бонусом с моим одноименным промокодом вы получите 10% скидку на любую покупку, ссылка в описании. Для тех, кто забыл, настроение у свободы не самое, конечно, прям радужное, у них сейчас перемирие, но большинство свободовцев так или иначе не очень-то и довольны этим перемирием, и они даже были бы не против, если бы долг попытался на них быкануть и разорвал данное перемирие. Ну а я как крыса хожу туда-сюда, блин, стравливаю группировки, хернёй какой-то страдаю, посмотрим, что из этого выйдет. Сейчас мы идем прямо к генералу Воронину, до этого мы с Петренко работали, теперь мы будем напрямую с лидером долга работать, докладывать, что мы там увидели. Выкладываю. Скажи, сталкер, ты провел разведку, как тебя просил полковник Петренко. Генерал, вообще-то тебе удалось узнать, кто поставляет бандитам наркотики. Это свобода? Да, генерал. Понятно, это подтверждает мои догадки. Я получу вознаграждение. Долги в долге возвращают. А теперь слушай меня внимательно, сталкер. Ты в курсе, что лаборатории должны были взять под контроль военные? Слышал краем уха. Если станцию с выжигателем занятие удалось, то чтобы захватить Х-16, они прибегли к нашей помощи, к долгу и свободе. А Х-18, как оказалось, вовсе досталось бандитам. Куда вы клоните? Молчи, у меня мало времени. На Янтере что-то случилось. Ты от свободы слышал что-нибудь? Они на взводе, это все, что я могу сказать. Проклятие. А что случилось на Янтере? Наши люди не выходят на связь. Пошлите группу на поиски. У меня и так мало людей, чтобы держать бар. И потом, если выяснится, что просто барахлить связь, мы выставим себя не в лучшем свете. Вы поручаете это мне? Иди найди черепа или его зама. Хлопка. Пароль. Снизу все пути ведут наверх. Отзыв. Вот только я не в самом низу. И возьми. За разведку и аванс. Спасибо. А что он мне дал? Вот это? Ну? Ой, я случайно на поиск повешал. Не знаю. Хотя что, нет, знаю. Долговский сейчас на мне лучше сидит. На пару процентов по всем характеристикам у него больше, потому что комбез монолиты покоцан. Но комбез монолиты выбрасывать не буду. Скину его сюда. Взамен возьму две аптечки. Вот такой у нас обмен будет с долгашами. Так, обыскать модуль задания. Янтарь, да? Ух, кондехать на янтарь. Через пустую дикую территорию, скорее всего, да? Печально, но что поделать? Такой мод. Приходится тут много бегать. С этим, к сожалению, ничего не сделаешь. Я на дикой территории. Тут какая-то жесткая резня-грызня. Не знаю, кто с кем. А, долг с наемниками. Понятно. Интересно, а что тут наемники-то делают? Мм, хрен его знает. Я думаю... О! Кстати, мне еще Абакан штурмовой дали. Я только сейчас заметил. Я сейчас думал на ЛР-ку пересесть, но когда я увидел штурмовый Абакан в своем инвентаре, я передумал. Будем косплеить долговца. Ну тут, я смотрю, прям грызня по всей территории идет. Ладно, я, наверное, срежу. Не буду там какими-то путями дурацкими ходить. Просто вот пойду. Здесь вот еще одиночки. Егорка Басурман. Не знаю, что-то я не попадаю, походу. Ну я просто пробегу. Смысл тут задерживаться. Хотя тут и среди трупов много. Народу достаточно положили. Еще и народу тут много живо осталось. Страшно представить, сколько у вас тогда изначально здесь было. Так, все, с пацанами разобрались. Сейчас медицину лишнюю полутаю. Наверное, пистолетики скину. Они мне просто засоряют инвентарь. Артефакты, конечно, тоже по факту бесполезны сейчас для меня. И они тоже просто засоряют инвентарь. Но я, наверное, чисто в теории... Так, подожди, я возьму патроны. Чисто в теории могу сейчас ученым продать. Если, конечно, они там вообще сейчас есть. Если они вообще живы. А если нет, то печально. Ну, значит, потом буду выбрасывать, когда нужно будет освобождать место. Блин, у всех эти 5.56 патроны. Никого 5.45 не нашлось. В итоге на этой локации только просил по патронам. Так, тоннель с жарками легендарный. Пробегаем. Зомби тоже вполне легендарные. Встречают нас здесь. Ребятки, есть у кого 5.45? Вроде должны быть. Блин, нет. Жаль. Все, я добрался до перехода. Так, я снова здесь. И тут, блин, я смотрю, весь янтарь монолитовцами заполнен. И, походу, долг со свободой здесь просто разгромили. Да, так оно и есть. Правда, почему-то зомби. Интересно. Ладно, ребятки, я вас пока не буду убивать. В этом нет смысла. Я в бункере запрусь просто. Ага. Ну, что могу сказать? Такие дела. О, нифига, 3 аптечки разные были у чела. Сява, давай, может быть, как-нибудь пока не поздно. Отведите ребят. В любом случае, Сява, пойми, и ты погибнешь, и я погибну. Что с этого толку будет? Сам правильно пойми. Кто от этого выиграет? Мы же от этого с тобой не выиграем, понимаешь? Подожди, я как тебя зовут еще раз. Давай сделайте. Дайте команду Сява. Пожалей ихних матерей, пожалей их самих. Отводи ребят Сява, дай команду. Ну, я не такой большой начальник, чтобы давать такие команды. Сява, ну, ты правильно пойми, я. Например, тебе просто от сердца дай чисто. Желаю, чтоб ты живой, конечно, остался. Но уйди лучше. Отводи ребят Сява, дай команду. А я такого выбора не имею. У меня есть приказ, и я его выполню в любом случае. Я не знаю, что смешнее. То, что это оказывается... Ну, я подозревал еще, когда первая там какая-то фраза была озвучена. Вот в начальном ролике. Когда типа чел что-то сказал. Там я подумал, неужели это потом озвучено? Или действительно? Но вот тут все подтвердилось. Еще и, блядь, голосами нахрен. Ой, ёптвою мейт. Тут четыре ствола каких-то, блядь, тычет через дверь. Не, ну кому-то из вас. Я думаю, даже, наверное, многим из вас. Ну ладно, не многим, но половине. Чего, подожди. Какая-то почта написана на двери. Короче, часть из вас, я думаю, эти голоса не показали знакомыми. Но мне, как человека, который раньше снимал в Warcraft. До сих пор, в принципе, в него играет. Это голоса из Варика, блядь. Они очень знакомы мне. Из-за этого я как-то не смог всерьез воспринять данное голосовое сообщение. Гром, задиры и арты спосорились. Все, что тут еще сказать. А по рукам. Просто стою, руки отстреливаю. Я не знаю, сколько еще можно отстреливать. Вот так сделаем. Не знаю, помогло ли это. Нет, вообще ни капли. Не, ребята, ну вы, конечно, здорово придумали. И че? Это какой-то позор. А, ты как просочился? Тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Ну вы че, охренели, блядь, сквозь двери стрелять, а? Мало то, что заблочили, еще и сквозь двери херачат. Нахер с пляжа. Короче, я решил снайперский Абакан взять вместо штурмового. С оптикой поприятнее немного играть будет. Фух, ну и жесть тут какая-то. Ладно, нужно идти на завод по тихой грусти. Поэтому сейчас мы и выдвинемся на завод. Капец здесь трупов. Просто огромное количество. Заранее типа лежат, да? Ну это зомби, кстати. Но есть и свободовцы. Ладно. Интересно. Да, жалко ученых, что не было. Я бы продал им артефакты. Мне это напоминает мод. Это же в апокалипсисе было, да? То, что янтарь весь убит был. Да, это в апокалипсисе. Это в первой части. Да, и в низине, я помню, в апокалипсисе тоже столько дохрена трупов было. Слушайте, все один в один. Может, это специально в качестве отсылки... Военный? Что-то военный делает. Может, это специально в качестве отсылки на апокалипсис сделано? Хотя, хрен его знает. Блин, у меня уже 800 патронов. Надо перестать их собирать. Слишком много. А заводы, я смотрю, зато монолитовцы не зачистили, да? Или зомби вас попустили, типа? Не знаю. А, тут контролер где-то. Но при этом тут все равно куча трупов. Зомбаков, как я понял. Так, где контролер? Я не знаю где, но... А, вот он. Я так понимаю, мне спускаться надо, да? Ну, давай, спустимся. Встретили меня тут немножечко в лабе. Монолитовцы всякие разные. Бляха, неудачно я упал, да? Да я опять шлепнулся, как баран. Я не хотел, честно, я не специально. О, нет, это легендарный огненный монолитовец. О, Снорк тут уже накуканили, я смотрю. Нормально. Да сколько вас еще здесь? Мне казалось, вас в стартовой комнате должно быть мало. В итоге целая орда какая-то. Подхожу к главной комнате. А, тут череп. Жив еще, охренеть. И он даже монолитовцам пиздюлей раздает, я смотрю, неплохих. Он сам раздал в соло, двоих убил. Молодец. Стоит, и кто? Сталкер, меня Воронин послал. Снизу все пути ведут наверх. Вот только я не в самом низу. А я думал, монолитовцы вымерли. Что наверху? Бойня, все трупами завалено. Мои люди мертвы. Откуда пришли монолитовцы? Пролетели. На крокодилах из центра. Разве станция не под вояками? Нет. Больше нет. Откуда такая уверенность? Радар снова работает. Приплыли. Я раньше видел эти вертолеты. Они участвовали в штурме ЧАЭС. А теперь перешли на сторону монолита. Ты точно в этом уверен? Перед атакой была мощная пси-волна. А тебе как удалось ее избежать? Был неподалеку от входа. Послушай, если бы на станции что-то случилось, армейцы по-любому бы знали это. Ты не понимаешь? Если солдаты там, на ЧАЭС и радаре перешли под контроль монолита, военные за кордоном станут последними, кому будет известно об этом. Все оружие полное дерьмо. Согласен. Ты видел вертолеты? Не застал. Значит не все силы бросили сюда. Это хорошо. Да, есть что обмозговать. Не думаешь выбираться? Нет, пока не обыщу это место. А что ищем? Улики. Не зря ведь мы сторожили это место. И не зря мои люди головы сложили. Не против? Я тоже поищу. И засчиталось задание разыскать черепа. Ладно, я не знаю, что за улики, но есть еще пара монолитовцев. Дали? О-о-о. И хрена себе, это что такое? Рычаг выпилили, теперь какая-то хрень осталась только. Но я рискну и наверное пойду сразу в комнату с контролером в оригинале. Наверное там что-то есть. Так, а тут никого нет? Удивительно. Ну что, погнали искать. Ха, кровать. На ней можно поспать даже. Охренеть. Почему бы и не поспать в лабе действительно? Это очень хорошая идея. Правда не знаю, что я тут должен найти. А главное где? Я вот так бегло осматриваю. Ничего интересного я тут не нахожу. Может конечно в контрольной комнате, где мы уже окончательно вырубаем пси-излучение в данной лаборатории, что-то имеется. Нету только страшные синие кнопки. Кто-то краской их залил. Что ж, ладно, продолжаем поиски. Значит где-то что-то еще. Двига, вы видели как я приземлился? Или не видели? Грустно, если не видели. Я приземлился на перилу и задолжил урон от падения. А приземлился я, чтобы спуститься вниз, потому что есть шанс, что внизу тоже что-то имеется. Но что-то, сука, я не могу найти лестницу нормальную вниз. А, вот она. О, да. Смотрите, уже отсюда вижу светится. Так. И отходим. Что это? Дипломат. Внутри что-то побрякивает. Но с дипломатом я сделать ничего не могу. Попробую черепу показать. Может какой-то диалог с ним появится. Вот, нашел чемодан какой-то. Спасибо, сталкер. Ерунда, старина. Просьба будет, сталкер. Да? Скажи воронину, что выживших не нашел. Не понял. Я должен был остаться со своими. Биться с ними или умереть. Череп, ты в порядке? Нет. Я охренеть как не в порядке. Что делать собираешься? Неплохо было бы добраться до этих фанатиков. Я могу чем еще помочь? Нет, иди к воронину и помни. Я труп. Хорошо. Отплатить мне тебе нечем, но если тебе понадобится помощь, можешь попросить любого долговца. Так мне и поверят? Даю тебе слово, помогут. Просто используй пароль. Учту, спасибо. Живы будем, пересечемся. Счастливо. Новая запись в КПК. Возрождение... А, я еще по бойне ничего не прочитал. Бойня. Их просто поставили и расстреляли без всякого сопротивления. Возрождение Монолита. Даже если верить словам черепа, меня эта кутерьма никак не касается. КПК хлопка. А, ну тут уже то, что озвучено было потом. Понятненько, ладно? Ну, я сомневаюсь, что я смогу выйти так же, как и пришел, потому что там ГГ никак не допрыгивает. Поэтому пойдем через дыру. И через тоннель, соответственно, как в оригинале. Бляха, да я пока бежал. Все электры... Ой, тьфу, все жарки пособирал. У меня костюм в говне жестком. Придется, походу, на Монолитовской опять менять, когда я буду в баре. Если мне, конечно, новый не дадут в награду. Что у нас тут вкусненького? Научная аптечка, научная аптечка, бинты и патроны всякие разные. Я не знаю, зачем они мне? У меня нет ни грозы, ни вала, ни винтореза, ничего такого. Гроза в туалете, я не знаю, существует ли. Я даже не заглядывал, мне она не нужна. Но просто есть подозрение, что сейчас вдруг Воронин даст что-нибудь такое по 939 калибр. Но вдруг, поэтому на всякий случай возьму. Ага, любопытно, что в тоннель тоже запихнули Монолитовцев. Вместо сторков почаны здесь. Труп все так же остался, и мне выпал тайник, удобное место. Эх, жаль, что не Хабар Клыка. Хотя, я не знаю, зачем мне экзоскелет, тем более в Припяти. Не факт, что я вообще попаду в Припять в этом моде. О, вы это видели? Просто заспаунился мертвый сторк, забавно. Я думал, тут спавны такие вырезаны. А они заменены просто на мертвых, блин, мутантов. Интересно, я-то думал, это сталкеры, там, военные Монолитовцы сами мутантов убивают. Но, оказывается, они уже мертвыми вываливаются. Это на самом деле крипово выглядит, если это застать. О, снова легендарный Огненный Монолитовец. По которому я не могу попасть отсюда. Ещё двое вылезло. Ну, откисни уже, заманал, блин. Чё ты так долго живёшь-то? А, бочку взорвать. На, нахрен. Всё, чётенько вышло. Правда, ещё кто-то живой остался. Двое даже. Ещё один. Да ты заманал. Ты чё такое живучее, а? Ещё и голову спрятал в текстуры. Как убивать-то прикажешь. Костюм, тем временем, ещё хуже потрепался. Ну, ладно. Это даже неплохо. Тем более, что сейчас на обратном пути меня вряд ли кто-то будет трогать. А, нет, будут. Я же дикую территорию пробежал. Не убивал наёмников. Так что наёмники, скорее всего, меня сейчас и помацают, блин. Ну, я снова попробую пробежать. Время 22.28. А янтарь, чем он мне и нравится в тенях Чернобыля. Мне вообще похер. Тут всегда серого так вот. Будь то утро, день, ночь, неважно. А вот на дикой территории значительно темнее. Блин, огненные шары, сырик, так прикольно светится, да, когда катится. Я только недавно на стриме узнал, к слову, что... Ну, не знаю, по поводу, конечно, только у огненных шаров, но смотрите. Если я выброшу, допустим, вот любой из этих артефактов, да, например, выверт. Ну, вот слышали звук падения, да, просто кусочек говнеца какой-то упал. Или вот медузу выбросил. А если выбросить огненный шар, у него металлический звук выпадания. Я не знаю почему, но мы с пацанами пришли к выводу, что это не огненные шары, это чьи-то стальные шары. Потому что больше ни у одного артефакта, по крайней мере, каких я пытался выбрасывать, не было вот этого металлического звука выпадания. Ну, максимум, мне кажется, какие-то артефакты стеклянными могут быть. Ну, оно и понятно, там условный кристалл, да? В принципе, это логично. Но вот огненный шар, хз, блин, он, как мне кажется, не очень-то и выглядит стальным. Тут новые наемники отспавнились. Я, конечно, постараюсь задоджить их всех, но бьют они больно, стоит признать. Сталкерам пытаются дать отпор, но что ж, флаг вам в руки. Удачки, работяги. Я лично здесь так, мимолетом. Надеюсь, мне больше не нужно будет бегать через эту дурацкую локацию. Ты чё, нормально всё? О, тут барин есть среди долговцов. Тот самый легендарный, со своей грозой. Прикольно. В ЗП, считай, тоже не хватает вот таких вот каких-нибудь уникальных персонажей. С уникальными кличками или там уникальными стволами. Которых просто, ну, ты встретишь такой, ты сразу его узнаёшь среди тысяч NPC. И как бы он вроде бесполезен, но просто вот я пробежал, такой типа, о, барин, ну, прикольно. В ЗП, к сожалению, такого нет. В ЧН это не особо вписывается, а вот в ЗП, мне кажется, вписалось бы, учитывая то, что там сталкеры постоянно делают вылазки. Максимум ты там можешь на затоне Петруху встретить, которого ты там спасёшь вначале. И ты такой типа, о, Петруха. Но таких персонажей, как Петруха, больше нет. Плохие новости, генерал. Ваши люди мертвы. Что произошло? Я обнаружил трупы моноритовцев. И они уничтожили охрану. Всё указывает на это. Хорошая работа, сталкер. Я отправлю людей похоронить тела. И если твои слова подтвердятся, ты получишь награду. А аванс ты уже получил. Ладно. Если захочешь ещё помочь, обращайся к Петренко. Перстень римский. Подскакивай сюда, есть работёнка. Поговори с Градусом, поговори с Барменом, поговори с Перстнем. Ну пойдём сначала к Градусу. Да, по итогу хрен мне, а не награда. Ладно, не страшно. Здорово. А ты не слишком заврался? Ни капли. Кстати, их 16 можно вычёркивать из поисков. Долг со свободой снова воюет. Ещё я и разнее прежнего. Значит, я получу свою долю. Что на янтаре произошло? Нас это не касается. Я тут файлы с ноутбука изучил. Ну, мужики про такую татуху уменьшенного говорили. Если коротко, это вербовка человека против его воли. Как монолитовцы? Нет, монолитовцы просто более совершенные, зомбированные. А те, кто прошёл через проект Сталкер, самостоятельные личности, вроде спящих агентов. Да, ходили байки, что монолиты кругом свои люди. И это нихрена не байки. Послушай, я знаю это. Каждый, кто дойдёт до Выжигателя... Вот именно, что нихрена ты не знаешь. Выжигатель мозгов. Он выжигает мозги. А вербовка – результат более тонкой технологии. Какой? Не знаю, возможно она на ЧАЭС. Ведь смотри. Помнишь, в 2011-м чистое небо на станцию прорвалось? А потом выброс, бум. Помню, большая часть из них вернулась. Вернулись другими. А те, что не выдержали промывку, стали тупыми марионетками. Иначе как ещё объяснишь пополнение монолитовцев? Это ты всё из ноута узнал? Там сам проект описывается. Очень подробно. Я лишь додумал. Как тебе? Очень хорошо. Гений. А был ли там список агентов? Не знаю, я просмотрю ещё раз. Давай, это ещё один способ навариться. Не зря ведь вояки там всё разнесли. Ты о чём? А Х-18? Блин, не сходится. Что такое? Один отряд громит Х-17, другой охраняет Х-16 и... Видишь логику? Нет. Именно. Я не понял, так в чём логика-то? Её и нет, гений. Военные не должны были уничтожать улики, а наоборот. И что это значит? Что я нарвался на липовых вояк. Глубоко копнул. Так, мне надо идти. Пробьёшь до меня человечка? Кого? Череп. Зачем? Занадом. Череп умер на янтарее. Мне кажется, он может быть связан с нашим делом. Каким боком? Просто надо бы на него инфу, окей? Ладно. Спасибо, ёптить. Забыл сказать. Бармен искал тебя. Он согласен, но хочет переговорить с тобой. С этого и надо было начинать старина. Новые данные в КПК. Проект Сталкер. Определение. Программа по кодированию человека на выполнение определённых задач. На подходе к центру зоны осознание и расположило пси-установки. Субъекты, пытающиеся пройти к центру зоны, попадают под их контроль. Затем они проходят кодирование и становятся агентами осознания и получают эту игровку Сталкер. Так, тут ничего нового. Вот он я. Я вился и не запылился. Чего мина довольная? Ты согласился взять нас в долю? Ты больно опасен на свободе. Твоя работа. Какая? Не прикидывайся. Воронин рвёт и мечет. Жаждет фриманской кровушки. Скоро деньги потекут, бармен. Не забудь о партнёрах. Не сомневайся. Я дам знать тебе первым, когда это произойдёт. Держу ушки на макушке. Хватит водить долг за нос. Добром это не кончится. Когда мне понадобится, твой совет я дам тебе знать. Это всё? Я договорился с Сидором. Но он хочет, чтобы ты заскочил к нему. Может даже поговорить по своей рации? Нет. Он доступно сказал мне, ждёт тебя на пороге своего бункера. Ладно, что? Сходим. Не прощай, желобяра. Но перед этим мне нужно зачем-то поговорить с Перснем. Ну, а поговорим с Перснем, я думаю, мы уже в следующей серии. А пока, господа, всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Прожимайте уведомления, чтобы не пропустить следующие серии Сталкера Подстава. Вступайте в группу, заглядите телегу, всё есть в описании. Также в описании и ссылка на плейлист. В случае, если вы не видели прошлых серий, обязательно посмотрите их. Всем спасибо. Все свободны.